нам потоки наверное успеха материального благополучия денег я уже говорил могу повториться это называется элементом ну и просто это все звучит называется элементом куда течет любовь туда течу текут и деньги я часто говорю на первой ступени говорю об этом говорю уже с 2013 года и люди часто думают что куда течет любовь туда текут и деньги и человек говорит а меня все любят откуда вы знаете дело в том что очень часто внешние проявления человека к другому человеку не является тотальной концепции то есть человек может вам улыбаться человек может к вам даже хорошо относиться но он вас не любит очень часто люди не любят других людей очень часто не любят себя а с чего это начинается вот смотрите как с из чего это начинается человек утром просыпается он себя не любит то есть он начинаете муштровать в зеркале себе не нравится там и тогда но начинается еще раньше начинается с родовых проклятий когда человек говорит я ненавижу свою мать и ненавижу отца они мне ничего не дали эти уроды старые буду им помогать или не буду помогать и так далее смотрите это называется роды там в этом роду все жили и все растили детей заради чего они растили заради проявления любви то есть детки росли это была проявленная любовь то есть если взять мужчину и женщину у них появились дети то ребенок это проявленная любовь и питаться энергии этой проявленной любви возможно если человек в своем мировоззрении изменяет восприятие своих близких как открываются семейные или родовые потоки человек садится и произносит я обожаю своего отца обожаю своего деда обожаю своего прадеда они были великолепные хорошие люди чтобы люди не говорили да когда-то там что-то сказал или там с поступок с каждым бывает помутнение разума каждый человек имеет право совершать ошибку все не помню этого со мной не было то есть также с мамой сказала не сказала правильно неправильно это одна из особенностей она заключается в том что открывание родовых потоков дает человеку невероятную денежную энергию потому что там вас любили даже если вы этого не хотите все равно любил либо бабушка либо прабабушка либо про прабабушка либо еще кто-то а что нам нужно нам по роду нужно в свою сторону запустить вот эту любовь самая большая ошибка заключается в том что те люди которые практикуют эзотерику они говорят что да существует род слава вселенскому роду и дальше они говорят для того чтобы род тебе помогал пускай туда любовь нет они должны вам отдать любовь они и если вам отдадут то вашу сторону потечет энергия денег а вам что мешает первое мешает не любовь к себе второе не любовь к родным третье воспоминания плохие вот это нужно все простить она не имеет вообще никакого значения себе сказать ой мои папа мам были самые лучшие мой девушка был самый хороший даже его не знал я не знал и не вижу своих родных близких я там с детского дома и так далее ну ничего страшного так уж получилось у них я не знаю в чем причина но они у меня сто процентов были невероятно хорошие добрые теплые и прабабушки были хорошие и прадедушки были хорошие все друг с другом обнимались и целовались и обо мне мечтали а думали как же я буду счастливо жить все вы рот свой запустили теперь у вас будет пруха вы убрали основной элемент который называется камень вот это и есть открытие родовых каналов второе что необходимо делать убрать кирпичи которые лежат рядом с вами каким образом говорите себе говорите себе слова кому я не нравлюсь у того нет вкуса а мне все равно как бы я ни жила это уже не имеет значения это все слова которые начните чуть-чуть себя любить каким образом как ребеночка гладить иногда конфетку съедать одеваться нарядно пусть это будет это открытие родового канала и убирание камня когда человек себя так замуштровывает что не разрешает ничего делать у многих именно вот этот камень номер два является еще одним элементом который закрывает по отношению к человеку любовь смотрите вы можете сделать или можете раздать большому количеству бедных людей много денег эти люди будут говорить ой какой хороший человек также мне помог ой как приятно а у вас там где находится центр принимающий любовь и это ваша душа или ваше сердце сюда должна эта энергия от этих людей потечь то есть энергия которая считает что вы хороший человек но эта энергия она доходит до место а здесь у вас стоит камень ненависти к себе я поздно встаю не дисциплинированная там не такая я там руку она вам надо любите себя серьезно любите себя пусть это будет у вас тогда будет помогли кому-нибудь и пришли деньги к вам а так будете помогать ничего не будете получать третье есть такой элемент не элемента есть такая вот еще одна тема люди старшие это люди со временем которые плохо слышат у них давление повышается болят уже органы какие-нибудь и очень часто люди взрослые они начинают раздражать тех людей которые рядом находятся но вы должны знать чем старший человек становится тем он ближе подходит к энергии своего рода вот смотрите пока ваша мама была молодой ее энергия рода так себе на нее действовало но когда она стала очень взрослой то ее энергия рода увеличивается и вот в этот момент нужно просто четко для себя понять обязательно невероятно хорошо относитесь к очень взрослым людям запомните это табу такое измените воспоминания своих родных в лучшую сторону второе если они с вами живут или если не живут с вами то старайтесь этим людям помогать старайтесь с этими людьми общаться старайтесь терпеливее к этим людям относиться старайтесь но еще есть такой нюанс допустим а мама там заболела ведет себя непонятно как и так далее если вы это сделаете то вы выкупаете своими вот этими поступками выкупаете целый рот то есть тем что вы помогаете маме тем что она болеет тем что вам приходится это все делать до этого рот возможно был таким там было там трое сестер или там трое братьев у них семьи уже там есть дети у детей и так далее все ругаются шляются бухают орут ненавидят еще что-то и как это очистить неизвестно бабушка стала взрослой или папа дедушка стал взрослым и у него там развивается психическое заболевание он ведет себе неадекватно и так далее если этому человеку безвозмездно помогать и помогать так чтобы видеть в нем еще и элемент уважения да он ведет себя как животное так нет ничего страшного плачьте помогайте считайте что это отрабатывание кармы но в тот момент когда это все произойдет не дай бог этот человек пока закончит свое существование то это и будет оплатой для всего рода если вы с благодарностью это сделаете с внутренней благодарностью не вычеркивая этого человека из элементов человечности думая о нем как о боге и думая о том что это является частью вашей жизни и очищением вашей кармы то после этого в таких семьях бросают пить хорошо относятся друг другу внуки выздоравливают и так далее вот этих кармических болезней их больше они больше не возникает поэтому живет с вами свекруха теща считаете что они там делают вам что-то и так далее всегда помните о том что доброта внутренняя есть савитур это огонь солнца савитур это огонь вашей доброты почему человека начинают любить и почему к человеку течет любовь любовь никуда не течет потому что вот здесь нет доброты если здесь нет доброты то в сторону человека любовь не течет и тогда человек переходит на сторону сил каких-либо темных и начинает требовать он требует чтобы его любили за деньги он требует или всем навязывать что его есть за что любить за то что он больной за то что он умный за то что neutron какой-то а безвозмездной божественной любви и безвозмездных возможностей человек не получает ему приходится тотально работать тотально вдираться тотально конкурировать ему очень тяжело в этом а может быть по-другому а каким образом необходимо найти в себе возможность тотально чувствовать доброту найти в себе возможность найти в себе и усилить эту энергию максимально чтобы быть добрым человеком Добрый человек это тот, кто не использует. Добрый человек тот, который не матерится. Добрый человек тот, который по-доброму смотрит. Добрый человек это тот, кто улыбается. Добрый человек, кто хочет другого человека обнять.